Альян, приноси вообще, дай богу, но... Долго, это не интересует... Весену за разумность. Принесу за разумность. Да, я думаю, сейчас Илья Клина подведет. Нет, я думаю, что вы только еще раз, потому что сейчас начинаются мировые обсуждения, в частности, общественных полноценностей. Я надеюсь, что все предложения, которые сегодня будут встречаться, что у нас будет такое совместное путешествие и очень подключающие предложения на его пути, делиться на ее и, вероятно, больше у него постановление предложения связано с прочтением, и прочтением. Поскольку он у него активы, у наших предложений, оно будет проблематик, который может быть неизвестен. Сначала задался вопрос обеспечения, зачем он не факт. Но на самом деле, как специалисты, потому что, почему, мы говорим, что не речи неосовершенствовала в том, что все предыдущие предыдущие условия не относились за законы специальные сосудные условия в слое с начала и в слое бизнесе с подавленными ми. А если говорить о предыдущем, я сама послала интересное. Каждое обеспечение обязанности с посланием, которое послалось в новых социальных объектов, новых отмельных федеральных новых программ и семьи или вам будет то, которое связано с государственными обязательствами как часть оборудования для пациента обеспечить всех старших господи силы поддержки тем же металлическим и занимаются реакцией помощью, все проекты в этом смысле ступили распределения суммы подпишек и конечно все аплодировали и смотрели на где все это потому что на самом деле джек все посчитано все посчитано реально все посчитано то что посчитано чисто когда открывается это поэтому часть семьи которые имеют новые возможности и все понимают причастие негативности и не оказались в ситуации конечно это потому что мы с ожиданиями я сегодня многократно всем которые принимают участие в истории что у нас такой разговор конструктивный бизнес я думаю какой-то реальный золото даст в том числе сохраняя себя и даже многие возможности и запас даже по крайней мере но делать все для того чтобы реформу прижить и что-то иметь возможность помогать еще это все предложения все они поставят но обсуждение продолжается потому что то так что мы должны Ваши знания, в каком появится новый день в новой области, но на данном случае сегодня мы уже позвещали Амурское обучение. Спасибо большое. Спасибо. Каков опытный депутат, депутат, что вы сказали? Уважаемые участники совещания, что хочется сказать. Во-первых, любое налоговое мнение, налогательство, оно никогда точно не разнадеянно. Всегда возникают неожиданные вещи и последствия. Поэтому и понятно, такой осторожный подход к плюсам. Вообще государству нужно отнести то, что 13% плоской штаба подвижалась, по сути, почти четверть лет. Это огромный плюс для отходов со стороны, что оно не леталось, хотя призывут иметь цвета, поменять и так далее. И что было неожиданно в этой плоской штабе? До этого было 12% и дальше прогрессии 20% и 40% проходило. Неожиданно было то, что общий объем собирания налогов оказался выше, чем предназначенность при переходе на плоскую штабу. Это очень важный момент, преимущество плоской штаба. Легкое администрирование, уход из тени. Сейчас прогнозировать новые дневные обороты невозможно. Но опасения есть. Опасения очень серьезных экспертов, которые сами участвуют. Поэтому это дело не такой простое. Ну, осторожность какая-то престиживается. Но мне вот лично все-таки представляет вот, поскольку НДС, это настолько сложно для малого бизнеса, потому что люди имеют огромное количество малого бизнеса, которые не занимались НДС в принципе много лет, и опыта у них нет. Их надо готовить. Причем там, насколько я понимаю, бюрократически работает так много, что еще неизвестно будет целеетно администрирование. Здесь надо учить. И здесь будут прогнозы, и потом столько будет очевидных страдавших от всего этого. Потом НДС платится аварциум на определенные даты. Для малого бизнеса это будет малоприятное неожиданство. Люди в конце-концами крассовые разрывы все-таки у многих одни на грани. Поэтому 60 миллионов, ну, действительно, не опасно, если бы рекомендации записать, чтобы порог повысить. Потом, насколько я понимаю, статистику. Статистика координирует и все предприятия отслеживаются малого бизнеса. Там очень такие выручные всегда исследования проводят статистика. На самом деле, у малого бизнеса у всех разных положений есть нормальные, есть ли, которые, как говорится, одна на 5, а не только по 4,2. Поэтому для меня это может быть очень серьезно впоследствии привести. Поэтому, если рекомендации со 150 миллионов постараться повысить, тем более обоснованность, из 100-то миллионов, с учетом предстоящих лет, с учетом инфляции, я думаю, это оказалось очень мало. Поэтому, может быть, еще одна инфляция такая, что проектировать инфляции, как раз. Потому что 6 лет гарантирует вот эту вот безменность, вот эту вот. Через 6 лет, к 30-му году, может оказаться, что это 61 копеечный цифр. Вот. И все станут платить за две. Ну, опять же, я еще раз скажу. Сложный план для бизнеса, очень. Наверное. Так, по исчислению, так и вот. Так, так, так. Ну, вот здесь вопросы, которые вызывают некие опасения. Может быть, прислушиваться к предложению Шурахина по этому предмету, где он здесь предмет. Предлагает, а не только без огонь, а только. Он считает, что по их данным опрократии, по их данным, 2,4 миллиона на 15% попадают в услугу офицерные рабочих на предприятиях, которых очень трудно удержать, в принципе. И, ну, вот, где-то вот эти соображения, может быть, посмотреть, и Шурахин, вот он не отвергается толкота. Они проявляют определенные исследования. Ну, понятно, что они, как бы, и не учитывают идею государства повысить природное выражение. Но, к сожалению, если мы направим их в средний класс, а любой расходительный средний класс, если средний класс более-менее чувствует себя нормально, государство, то и в общей состоянии. Он сидит, и так все равно. И, ну, вот, я говорю, что мы не должны забывать, что против России действует больше 11 тысяч санкций. Порвались, порвались многие связи с Западом. Такие высоко ранженные регионы Казахстан кончатся в Германии по КАМАЗу. И, в принципе, условия, конечно, в тяжелом ситуации. Тем не менее, мы должны понимать, что у нас есть условия для нормального бизнеса. Вот только в главную часть. А, посмотрите, не только на улице, вся совокупность, что влияет на производство. В 20-классе нам сейчас необходимо расположение будет более шире. Тем более, и рюмники, и констатуры, в среднем округе. Это подпрощение мы, в данном случае, послушные. Посмотрим, еще какие-то данные будут. То есть практически вот так локально выявлены свои прогнозы. Выявлены другие прогнозы. Но главное не забыть так. Если не будет против своего прогноза, приводить свои прогнозы еще раз не будет. Поэтому всем спасибо за участие. И для вас всегда спасибо. А у нас круглый стол информационно ознакомительный или будет какая-то резолюция, там, я не знаю, предложения какие-то вдогонку? Будут предложения формироваться, естественно. А может... Почему перескать депутата в госблоках, а они сегодня все в Венинграде, что в Венинграде начинается в Киргольмский форум? Если еще раз договориться, надо предоставить депутаты. Как позади, я некоторые предложения как бы уже озвучил и спрашивал садистов, а они имеют ли смысл, чтобы те предложения, которые от палаты исходили, они не расценивались как предложения аппарата от палаты, а так предложили действительно бизнеса, которые рады ли есть, ну, подвеска, к служению. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.